Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы поговорим о Владимире Усове. В середине семидесятых Кубышевскую область захлестнула серия расправ и надругательств над маленькими детьми. Совершал преступление 18-летний Владимир Усов, страдавший шизофренией. Как он признается позднее, отнимать жизни у беззащитных ему было необходимо, чтобы доказать свою исключительность. Так говорили ему голоса в голове. Сегодня поговорим о том, как маньяк удавалось орудовать в регионе два года, почему он не был приговорен к тюремному заключению и позднее сбежал, что едва не обернулось двойной расправой. В один из жарких дней лета 1974 года жительница Тольятти со своим семилетним сыном и матерью отправились на автостанцию, чтобы уехать за город, погулять и подышать воздухом. В здании автовокзала было многолюдно, каждую минуту отъезжали автобусы. Женщины отвлеклись всего на минуту, а ребенок исчез. Мать и бабушка бросились на его поиски, но своими силами найти мальчика не удалось. Тогда они обратились к дежурному милиционеру. Тело ребенка было обнаружено в густых зарослях в 60 метрах от здания автовокзала. Мать погибшего мальчика упала в обморок. Ребенок лежал в траве лицом вниз. На его голове и шее виднелись многочисленные синяки и ссадины, а джинсы и плавки оказались спущенными до колен. Изначально правоохранительные предположили, что мальчик не добежал до туалета, споткнулся и упал, ударившись головой о землю. Примечательно, что подтвердила это и неопытный криминалист. Но когда тело доставили в морг, было установлено, что жертву задушили. Сперва подозрение пало на мать мальчика, но следователи быстро отмели эту версию. Позднее в произошедшем заподозрили отца ребенка, который ушел из семьи и на протяжении года не платил алименты. Однако его новая супруга и мать подтвердили его алиби. Главный следователь по этому делу дал указание опросить регулярно сидящих на вокзале пьяниц. На территории работала так называемая рюмочная. Один из них рассказал, что видел странных мужчин, которые показывали друг другу жесты, скрещивали руки в районе паха и покачивали бедрами. Впрочем, отработать эту версию правоохранители не успели. Из города Куйбышев, ныне Самара, поступило сообщение о новом исчезновении, на этот раз пятилетнего мальчика. Пропавший ребенок гулял во дворе, а его мать в это время следила за ним из окна квартиры. Как и в случае с первой жертвой, она отвлеклась всего на минуту, чтобы взять продукты из холодильника. Вернувшись к плите, мальчика в окно она не увидела. Сначала стояла и ждала, но спустя пять минут вышла к набережной Волги и кричала его имя. Тело малолетнего Куйбышевца нашли только спустя две недели. Над ним надругались, а потом лишили жизнь ударом по голове. Затем маньяк для верности несколько раз пырнул тело ножом. Самой шокирующей деталью был тот факт, что преступник отрезал несовершеннолетней жертве половой орган. Следователи пришли к мнению, что оба преступления совершил один и тот же человек. В группе подозреваемых оказались алкоголики, которые регулярно находились возле автостанции, странные люди, показывающие друг другу жесты и ранее осужденные за нападение на несовершеннолетних. Тем временем следователь Симаков занимался отработкой версии со странными жестами. Он приходил на вокзал и следил за мужчинами, а вскоре сам подошел к ним и повторил знаки, которые они демонстрировали. Выяснилось, что это было сообщество скрытых мужчин с нетрадиционными взглядами. В те годы существовала статья за мужеложество, по которой любой человек нетрадиционной ориентации мог попасть в тюрьму. С помощью этих жестов позднее удалось выявить первого подозреваемого – учителя физики в школе по имени Петр Попов. Оказалось, что преподаватель неоднократно уходил во время занятий по своим делам, в том числе в день лишения жизни второй жертвы. Как таковых доказательств у следователей не было, но они продолжали держать мужчину в СИЗО. Там он дважды безуспешно пытался покончить с собой. Затем Попов неожиданно дал признательные показания, заявив правоохранителям, что обоих мальчиков лишил жизни именно он. Следователь Симаков сразу понял, что учитель себя оговаривает. В итоге на допросе он вынудил Попова признаться, что тот невиновен. Педагог соврал, потому что хотел умереть из-за того, что его взгляды предали огласке. С новыми подробностями правоохранитель пришел к начальнику городского УВД. Однако тот следователя слушать не стал. К тому моменту рапорт о поимке маньяка был отправлен в Москву. Симакову пригрозили тюрьмой за пособничество, если он продолжит выгораживать Попова. На свои места все расставил следственный эксперимент. Попов показал на манекене, как якобы отнимал жизнь у мальчиков, но сделал это неправильно. В итоге следователям, которые пытались выбить из него показания, пришлось его отпустить. Следующее нападение было совершено под Куйбышевым. Двое мальчиков отправились исследовать построенный в 1942 году бункер. Там они потеряли друг друга. Один из них вернулся домой и рассказал матери о случившемся. На место сразу приехали сотрудники милиции. Тело ребенка нашли, он был задушен, а половые органы отрезаны. После этого маньяк затаился на 10 месяцев. В апреле 1975 года в парке снова пропал ребенок. Мальчик гулял вместе с другом, когда к ним подошел молодой человек. По словам свидетелей, на вид ему было около 15 лет. Юноша предложил детям проследовать к нему в квартиру, завлекая игрушкой. Один из них согласился, а второй убежал. Тело пропавшего так и не было найдено, но вскоре было совершено еще одно нападение. Мальчик гулял в парке, где к нему подошел странный молодой человек. Он что-то предложил ему и увел в лесополосу. Там следователи обнаружат еле дышащего ребенка. Преступник не успел расправиться с ним, поскольку рядом проходили люди. Впоследствии он поможет правоохранителям составить фоторобот маньяка. Свой портрет преступника дал и друг пропавшего мальчика. Проблема была в том, что дети описали преступника по-разному. В нем совпадала лишь одна деталь – уши. Когда примерный фоторобот был готов, следователи нашли взрослую свидетельницу, которая при упоминании слова «ушастый» сразу вспоминала, что видела такого. Он вел мальчика за руку в лес. По показаниям очевидцам, следователи поняли, что возраст маньяка не превышал 18 лет. Его фоторобот разослали по всем областным отделам милиции. Однажды старший инспектор уголовного розыска вместе с товарищем ехал на машине по городу и увидел юношу, который просил их подвезти. Доехав до пункта назначения, молодой человек попытался расплатиться женской брошкой. Оперативнику это показалось достаточно странным. Он отвез подозреваемого в отделение и, обратив внимание на сходство задержанного с фотороботом предполагаемого серийного палача, сразу спросил «Это ты мальчишек мучил». На это последовал ответ «А вы что следили?». Оказался серийным маньяком тихий и скромный Владимир Усов. На момент задержания ему было всего 18 лет. Выяснилось, что примерно до 14 лет в своем умственном и психическом развитии он почти ничем не отличался от сверстников. Но с пятого класса он почти забросил учебу в школе и регулярно прогуливал занятия. Без особых на то причин гуляет целыми днями то в парке, то в лесу. На вопросы родителей о том, что он там делает, Усов отвечал, что ему нравится размышлять в себе, о своей судьбе, смотреть на лес и небо, а также скрытно разглядывать из-за кустов людей, проходящих мимо него по тропинкам. Вскоре подросток стал рассказывать знакомым, а потом и родителям, что он регулярно слышит внутри себя некие таинственные голоса. Чаще всего они говорили о его особой миссии и убеждали в исключительности его земного существования. В итоге родители повели подростка к психиатру. В 1971 году ему поставили диагноз «шизофрения в параноидной форме». Голоса Усова стали убеждать его, что свою исключительность он сможет доказать только в том случае, если станет принуждать и лишать жизни маленьких мальчиков. На первом же допросе Усов подробно и беспристрастно рассказал о том, как совершал расправы. Попутно он признался еще в двух кражах. Так в июне 1974 года Усов ночью забрался в сберкассу, где гулял по помещению и забирал только забытые вещи. Спустя несколько недель юноша вломился в кафе «Динка». Там он вскрыл 13 трехлитровых банок со сливовым соком и еще 8 банок с березовым, содержимое которых просто вылил на пол. С собой он перехватил только кекс, пачку печенья, сигареты и консервный ключ. После всего услышанного Усова направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Московский институт имени Сербского, где он обследовался в течение всего 1976 года. В итоге его признали невменяемым и неподсудным. Юношу отправили в Казань, где поместили в специализированную психбольницу. Там он содержался на протяжении 18 лет. Сперва Усов пытался склонять самых неадекватных пациентов к сношению, а потом внезапно стал послушным. Трудился, соблюдал распорядок дня и принимал лекарства. В 1996 году руководство больницы решило, что он перестал быть опасным для общества и перевело его в специнтернат в Самару. Там к нему приходила и ухаживала мать. Однажды женщина пришла к нему с едой и гостинцами, но он выхватил сумку и побежал по территории лечебницы. Сначала Усов хотел выбраться через забор, но поняв, что слишком высоко побежал к калитке, за которой присматривала санитарка. Он оттолкнул ее и сбежал. Рядом с психинтернатом была остановка, автобусы там ходили нерегулярно. Усову повезло, он успел в последний момент вбежать в подъехавший транспорт. Мужчина приехал домой, обнаружив ключи в сумке матери, приоделся и скрылся. Вскоре в органы поступило заявление. Возле торгового центра исчезло двое детей. Вечером их обнаружили живыми в парке. Владимиру Усову не дали довести дело до конца, спугнув. Преступник вернулся под утро домой, где его уже ждали правоохранители. Его скрутили, а при обыске нашли журналы для взрослых. В машине Усов заявил, что не жалеет о совершенном и жалеет лишь о том, что не успел лишить жизни тех двоих мальчиков. Усова вновь признали невменяемым и отправили в казанскую клинику для опасных душевнобольных. Там он и умер в 2006 году. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok